здравствуйте я оксана хлебородова руководитель студии авторский сад и мы с вами находимся на пятом международном фестивале садов и цветов Moscow flower show сегодня открытие фестиваля и мы делали здесь конкурсный сад мы участвуем в конкурсе и на самом деле мы хотим ответить на две большие группы ваших вопросов одна группа касается того что вот то что мы видим на выставочных садах на конкурсных садах что из этого мы можем делать собственном саду насколько все это жизнеспособно потому что идей здесь конечно море но вот как перенести это к себе и вторая группа вопросов это вот выставочные сады кто их делает как их делают сколько это может быть стоит на насколько это все серьезно или это все такая немножко бутафория театральная вот про это мы с вами сегодня поговорим я приглашаю вас наш садик мы посмотрим как все это делалось и заодно поучимся с 1 по 10 июля в парке искусств музеон прошел праздник всех специалистов ландшафтной индустрии и просто любителей прекрасного на несколько дней территория парка превратилась в самый красивый уголок не только россии но и пожалуй всей европы миллионами разнообразных цветов из самых разных уголков планеты встретил посетителей пятый московский международный фестиваль садов и цветов москов flower show в рамках недели высокой моды в области садово-паркового искусства собрались лучшие профессионалы ландшафтной индустрии дизайнеры и флористы из россии великобритании голландии франции италии и других стран наш конкурсный сад проходит по номинации сады россии но называется уроки французского почему такое название и откуда взялась такая идея дело в том что все русские усадьбы во всяком случае регулярные их части были построены по французским традициям по тогдашней французской моде с кружевными партерами с перспективами с линейными какими-то протяженными вистами все это было очень здорово все это было очень красиво нам это все безумно нравится но вопрос в чем как все это применить в нашем маленьком частном саду и поэтому вот в нашем выставочном саду мы хотели показать как вот вот эти вот большие все пространственные вещи можно сжать до каких-то пределов которые помещаются в обычный сад потому что вот этот садик он полторы сотки он маленький но тем не менее у нас тут есть и партер и классический водоем и вот это вот классическая пергола и образ этого сада знаете такой среднефранцузский как такие замковые сады когда замки луары и вот небольшой садик с белыми стенами замкнутое пространство в котором так уютно так хорошо и так тепло и обязательно с каким-то водным резервуаром обязательно с какими-то длинными аллеями когда путешествуешь по этим садам ну попадаешь под их очарование и хочется кусочек притащить к себе хочется как воспоминания оставить хочется просто рассказать людям насколько здорово это может быть ну и мы постарались что-то из этого хотя бы что-то сделать что же такое партер представьте что на горизонтальной поверхности вашего сада лежит ковер середине которого проходит ось аллея симметрично которой расположены цветники фантазийной формы ограниченные четко стриженными бордюрами внутри которых вы можете расположить ваши любимые растения это могут быть как розы так и даже капуста то есть все то что вы хотите принести в свой сад вы можете посадить в ваш партер мы находимся с вами на смотровой площадке с которой будет прекрасно виден наш сад мы ее сделали виде такой полукруглой башни и люди которые посетители которые будут приходить к нам на стенд будут подниматься по этой винтовой лестнице дальше попадать на то место примерно где я сейчас стою и отсюда открываются красивые перспективы вот видите две вот эти елки и между елками просвет и там у нас будет стоять ключевой декоративный элемент это будет такая нержавеечная стела в которой будет отражаться вся перспектива которая перед ней и вот вот эта вот протяженная линия между елками такая вот освещенная нержавейка это будет давать глубину нашему саду поэтому вот мы пространство свое расширяем таким образом и вы знаете вот эта перспектива она не видна больше ни с какой точки то есть вот эта точка ключевая и это тоже один из принципов французских садов когда ты идешь идешь и вроде house house и вдруг какая-то точкой и вот весь партер выстраивается перед тобой просто стройным рядом и ты понимаешь да вот вот здесь вот она вот отсюда мы должны на все это смотреть его здесь вот как раз значит то что хотел показать архитектор и дальше мы проходим и проходим по следующей лестнице проходим перголу под этой перголой будут сидеть розы будут какие-то многолетники там будет немножко такой полу тенистое место перголу будет оплетена виноградом и немного и в конце этой перголы там где сейчас вот эта арка ниша на самом деле будет установлена плазма будет телевизор потому что тема нашей выставки этого года кино и в этом телевизоре будет подборка слайдовая где французские сады и русские сады будут перемежаться с одними и теми же примерно ландшафтными приемами мы хотим показать просто что у нас у французов у всех но просто какие-то общечеловеческие такие ценности которые ну не знают границ им это нравится нам это нравится всем это нравится и вот это вот слайдовая подборка я думаю что она завершит вот эту тему и в общем то будет понятно почему именно уроки французского и какие уроки мы извлекаем наш садик окружают белокаменные стены и чтобы эти стены не выглядели как такой новодел потому что сделаны они из блока пеноблока которые самый обыкновенный строительный блок мы немножко над ними поработали где-то мы этот блок от фактуре вы им где-то мы делаем трещины и этот блок это совершенно чудесный материал знаете такое как временное что-то временное то что тоже не простоит очень долго на то что очень легко обрабатывается а этот блок можно резать обыкновенным полиграфическим ножиком и вот посмотрите сейчас я делаю на нем трещину немного вращаем ножек так чтобы у нас немножко отскакивали кусочки камня в районе трещины и у нас получается вот такой вот состаренный камень после этого мы его немножечко декорируем просто тоном немножко пройдем по нему цветом таким серым сфероватый вежеватым и он у нас станет вполне старый вполне заслуженный вот такая вот трещина все готово значит потрескавшиеся блоки явно уже какая-то история чувствуется но значит пожалуйста не используйте этот блок в долговечных конструкциях потому что он очень любит впитывать влагу естественно то что впитывает влагу потом зиму не выдерживает потому что трескается если вдруг захочется все-таки поработать с этим блоком то его просто надо несколько раз в несколько лет пропитывать влагоотталкивающим составом любые силиконовые пропитки помогут сделать его влагонепроницаемым и соответственно более долговечным брус у нас тоже состаренный мы взяли непростое дерево мы взяли дерево поеденное караедом посмотрите вот эти дырки вот они настоящие когда-то эти деревья елки действительно были сильно поражены вредителями и вот эти дырки остались и сами елки засохли и вот теперь такая древесина иногда продается на строительных рынках она конечно идет как техническая но вот здесь это то что надо и вы знаете вот эти дырки они действительно как-то придают такой характер очень натуральный вот этому старому нашему дереву и на самом деле сюда прилетают такие жуки наездники которые подлетают к дыркам они считают что там сидят еще личинки караедов они пытаются туда забраться отложить там значит кладку и то есть вот это это не обманка это действительно вещь натуральная и дальше то что мы сделали это мы немножко прибелили древесину вот смотрите если мы берем просто деревяшку она желтоватая если мы ее красим в какой-то тон она становится ну того цвета в которой красим но если мы возьмем полупрозрачную белую краску и практически сухой кистью мы помажем наше дерево то дерево приобретает такой немножечко такой теплый бежевый розоватый тон и он очень приятный то есть он такого телесного цвета а то есть через белую краску полупрозрачную просвечивает такая желтоватая древесина и это всегда очень здорово то есть такой эффект немножко и полустертой вроде краски и в то же время просто тон сам по себе очень приятный чем мы красили если взять обычную воду эмульсионку или фасадную краску но в общем что-то самое простое и развести с акриловым лаком или просто даже развести с водой так чтобы она стала полупрозрачная и вот этим жидким составом прокрыть деревяшку то получится тот самый эффект для того чтобы построить такую перголу мы использовали сосну брус у нас используется 150 на 100 и верхние балки нас идут 100 на 50 столбы ставится естественно все в уровень выгоняется в одну плоскость собирается изначально каркас и поднимается столбы ну вкапывается зависимости как это по желанию клиента скажем так в данный момент нас высота составляет 270 вот в уровне от земли пергола лучше собирать свинчевыми шурупами но не гвоздями гвозди дерева имеют свойство крутиться и они будут у вас деформироваться то есть будет отходить верхние балки либо сами стойки лучше стягивать шурупами для надежности а из этих маленьких туэк мы делаем настоящий квартир это туя даника и когда они такие маленькие их можно очень близко состыковать дружка с дружкой это будет стриженный портер низенький кружевной такой французский совсем и при состыковке эти туи много туй дадут линию значит такие портеры в принципе зимуют и если мы хотим сделать классический портер самшита но с ним придется повозиться самшит конечно требует и укрытия на зиму и в общем такого теплого защищенного места а поэтому самшитовые портеры ну пока еще климат не изменился у нас настолько чтобы они были долговечные самшитовые портеры это такая но немножко пока что экзотика просто чисто по климатическим нашим параметрам но туи у нас растут сами по себе туи в общем растение довольно неприхотливое надо только чтобы она не сгорела весной поэтому чуть-чуть ее по весне прикрыть из этих туй портер получается совершенно роскошной то есть вот это хвоя яркая такая зеленая хвоя она бархатная и когда из нее делаешь какие-то узоры это всегда получается очень как-то вот ну серьезно как-то дорого и вы знаете я хотела просто показать такой садик в котором такие садово-парковые приемы которые все привыкли видеть на больших площадях могут использоваться в обычных садах в обычных маленьких садиках и вот место вот этих вот портеров маленьком саду это вообще сейчас тема такая дизайнерская но который требует какого-то и осмысления и знаете чтобы люди не боялись это делать у себя надо им просто показать как это здорово выглядит в центре нашего небольшого сада находится маленький водоем это будет чисто декоративный водоем с нимфеями нимфеи это водяные лили они же кушинки которые цветные которые будут окружать небольшого ангела который будет стоять в центре то есть это абсолютно такой классический водоем очень приятный очень такой душевный который будет немножко на эти он будет немножко смягчать вот эту атмосферу всего стриженого такой очень регулярный очень классическую жесткими формами то есть такое маленькое душевное вкрапление в самом центре и то как мы делаем водоем но не знаю насколько стоит брать с нас пример во всяком случае это водоем специально для выставки который не является такой жесткой конструкции который бы простое десятилетия здесь нет такой задачи мы сделали фанерные бортики мы положили мягкий геотекстиль обязательно под пленку потому что здесь очень много камней здесь очень много кирпичей строительного мусора в земле чтобы пленку у нас не порвалась мы обязательно стелим а вот этот толстый геотекстиль и дальше мы положили пленку которая просто будет заворачиваться за бортики бортики мы декорируем но вот эти фанерные бортики вы же понимаете что эта конструкция такая очень недолговечная поэтому если вам нужно на даче сделать на один сезон маленький водоем пожалуйста можно забили колышки прикрутили саморезами фанеру бортики стоят если вам нужно сделать водоем на несколько лет или тем более на века ну тут уже конструкция должна быть другая и конечно в партере нам понадобятся тапиары ты видишь и какая густота веточка к веточке и дальше чтобы эта форма оставалась эту елку надо продолжать стричь обязательно потому что если мы привезем такой тапиар и ничего с ним не будет делать она начнет обрастать у нее вид будет немножко неряшливый вот этого не надо допускать поэтому сейчас мы берем секатор и подрезаем лишние ветки тапиары призваны поддерживать очень четкую форму и поэтому сами они должны оставаться абсолютно четкими поэтому мы все лишние веточки с него обязательно обрежем маленький можно убрать секатором как уже сказано елки от этого становятся только лучше не бойтесь стричь это как с волосами обязательно отрастут и станет еще более пушистый а здесь вот мы возьмем уже садовыми ножницами тоже делаем со всеми ярусами смотрим обязательно на просвет чтобы по габитусу не было лишних веточек дело в том что елки и вообще все хвойные растения выделяют смолу в которой есть живица и они сами себя дезинфицируют поэтому в отличие от тех же роз дезинфицировать срезы не обязательно а вот это дерево мы стричь не будем это туя но в отличие от всем известных туй западных это туя складчатая одна из немногих которые растут в наших местах это сорт порник посмотрите какая она пушистая широкая естественно рука не поднимется обрезать эту туйку она пушистая самостоятельно без помощи человека и посмотрите до какой степени она похожа на кипарисовик она вызывает южные воспоминания поэтому именно ее мы взяли для своего садика для того чтобы у нас водоеме вода не уходила в землю это часто включается нам нужно чем-то отсечь воду от земли то есть нам нужна какая-то гидроизоляция в простонародье называется пленка для пруда геомембрана но люди обычно название слышат дальше никто не разбирается что у нас в итоге лежит потому что геомембрана это вот пленочка как в пакетиках она вот до элитных продуктов того что мы здесь вам представляем что это за продукт и откуда он вообще как называется называется это геоэпдм то есть этилен пропилен диен мономер если так вот углубляться да мы так далеко не ныряем 4 буквочки запомните их пожалуйста гораздо проще это синтетический каучук ну все наш пруд заполняется водой ему еще заполняться и заполняться но сейчас мы запускаем в пруд немфеи потому что они у нас привезены они уже стоят в мешках и лучше чтобы они сразу оказались в воде в питомнике где их выращивают они растут на глубине 40 см поэтому 40 см вполне достаточно в нашем пруду для того чтобы они чувствовали себя как дома но если у вас пруд остается на зиму помните о том что зимой они должны быть вне промерзающей толщи воды поэтому зимой они опускаются на самое дно водоема и после зимовки нужно как можно раньше их вытащить обратно на мелководье для того чтобы они прогрелись для того чтобы они раньше начали выдавать листву и радовать нас такими замечательными цветами какой же французский сад без роз мы будем сажать плетистые розы они пойдут около опор мы будем сажать чайно-гибридные розы они у нас будут расти под перголой и в портере и мы выбирали те сорта которые будут очень красиво очень контрастно смотреться напротив хвои на фоне темной хвои особенно розовые особенно светлые сорта это то что нужно и вот у меня в руках такая очень старая роза которая испокон веков была в наших русских садах сорт нью даун которая ну она сама по себе может быть и не производит такого эффекта на зрителя но у нее чудесно раскрывается бутон очень изящный у нее чудесный цвет и у нее великолепный совершенно аромат такой нежный яблочный аромат очень крепкий сорт и вот как раз эту розу можно выращивать из черенков выращивать как корни собственную и она будет вас радовать при минимальном укрытии на зиму эта роза вот такая вот чудесная поэтому я сажаю эту розу ну что наш сад готов последние штрихи мы посадили белые розы мы постригли наши портеры чуть не сказала самшиты нет мы постригли наши туи мы сделали контрастную отсыпку и в результате рисунок нашего портера четкий и вы знаете вот ну тут действительно приятно то есть мы на самом деле сами не ожидали такого эффекта мы хотели показать композиционные приемы французского сада но нам удалось придать атмосферу вот это намного важнее это намного знаете вот это это гораздо более существенная задача и вот эти тапиары вот эти розы вот такой знаете деликатный очень цвет здесь нет особенно ярких красок но при этом знаете все такое воздушное все такое под глаз отдыхает и ну мне кажется сад удался здесь много посетителей и всем очень нравится все сидят под перголой вот наверное отсюда не видно но у нас там слайдовое в слайдовом режиме показываются фотографии французских садов и играет французская музыка и там действительно очень здорово то есть туда попадаешь как какой-то особый мир и это наверное задача в общем каждого человека который делает сад вот сделать подстроить вот этот кусочек земли именно под свои какие-то приятные ощущения так чтобы это был именно его сад и вот в нем ему было бы комфортнее всего ну на сегодня мы с вами прощаемся но для тех кто не успел прийти на выставку для тех кто не успел увидеть этот сад здесь мы переносим его ну не совсем в таком виде но большую его часть переносим в наш парк садов парк осетр увидимся подождем а ну 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 Продолжение следует...